Ремонт завершился не во всех школах республики. Об этом сегодня рассказали в Доме правительства. Отставание от графиков в интернате для слабослышащих детей и еще в трех коррекционных учреждениях. Альбина Батышина продолжит тему. 43 дома из 800 домов это очень много. Даже если 2 дома и то. 43 дома отремонтированы очень плохо. Подрядчиков заставили исправлять брак. Остальные почти 600 домов не приняты из-за неправильного оформления документов. И в еще более 100 высотках капитальный ремонт до сих пор не завершили. Школы подрядчики уже сдали. Проблема только в коррекционных школах. Чиновники оправдываются, мол, начали там работать позже. Президент отметил, что такое повториться не должно. А чтобы все начали вовремя, уже сейчас подготовить план работы на будущий год. Мы каждый год начинаем все, в январе начинаем разговаривать. У нас все должно быть готово, уже все запущено. Это и по жилищному фонду должно быть. Если кто хорошо работал, этих подрядчиков можно взять на контракт, чтобы они уже замеры сделали, заготовки сделали, материал подготовили. Мы им в начале года аванс дадим. А тех, кто работает плохо, пора наказывать. До сих пор не привлекли к ответственности чиновников, которые гоняют у торстанцев за справками. У госслужащих все так же популярны бумажные документы. Они не перестали их требовать, а должны сами их получать у коллег через интернет. Электронных запросов более 17 тысяч, а должно быть, судя по количеству обращений, в три раза больше. Современно чиновники в министерствах земельном и образовании в двух районах – Высокогорском и Кайбицком. Сколько человек бы мы штрафовали за то, что бумажки требуют? Такой информации нет. Ну, это обязательно. Пока мы не будем штрафовать. Ну, я думаю, что первый раз надо давать предупреждение, а потом штрафовать. Все время будет продолжаться. Сколько предупреждений сделано, и сколько штрафов. Каждый должен выполнять свою работу. Он не должен требовать бумажку. Пока мы будем вот все время там ждать, все время, значит, это будет продолжаться. Президенту ответили, что намеревались наказывать с четвертого квартала. Глава республики ответила однозначно. Не ждать начинать сегодня. Подтянуться районам нужно и в обеспечении многодетных земельными участками. Все, кроме Казани и Наверных Челнов, должны выдать сотки до октября. Альбина Батышна, Вести, Татарстан. Продолжение следует...